Тут у девочки сложно, тут у нее программные произведения, стихи Другенев, Некрасов, Фед. Русская классика у школьников, зарубежная у студентов. В основном, литература в рамках учебной программы. А что касается чтения для души, то большой популярностью среди молодежи пользуется серия книг «Сталкер». Чуть ранее до дыр зачитывали «Сумерки» и «Гарри Поттера». Во времена моей молодости книг было мало. Ну, издавали большие тиражи, но их перечень был ограничен названием. Сейчас наоборот. Маленькие тиражи, но большое количество книг. И вот некоторые, может быть, даже хорошие книги, которые издаются маленькими тиражами, они не всегда находят своего читателя. Проблема-то сейчас в том, чтобы выбрать качественную литературу. И такая литература может быть только в библиотеке, уверены специалисты. Но ее аудитория редеет с каждым днем. Еще лет 10 назад на абонемент приходили по 600 человек в день. Теперь около 300. Сказать, что люди перестали читать, однозначно нельзя. Возможно, они просто предпочли бумажным книгам электронные. Содержание произведений на таких носителях не изменяется. А носить их с собой гораздо удобнее. Вкус к литературному чтению необходимо формировать с детства, уверен премьер-министр Владимир Путин. Поэтому в минувший понедельник в своей статье он и предложил ввести список из 100 книг для обязательного чтения. Давайте проведем опрос наших культурных авторитетов и сформируем список 100 книг, которые должен будет прочитать каждый выпускник российской школы. Не вызубрить в школе, а именно самостоятельно прочитать. И давайте сделаем выпускным экзаменом сочинение на темы прочитанного. Или, по крайней мере, дадим молодым людям возможность проявить свои знания и свое мировоззрение на олимпиадах и конкурсах. Родители с таким мнением полностью согласны и уже готовы поддержать инициативу премьера. Я вчера обсудил эту идею с некоторыми членами нашего совета общешкольных родительских комитетов, нашел полную поддержку. Мы решили к этому присоединиться. Мы сегодня призываем областные СМИ провести своеобразное исследование, опрос людей. Сам Петр Солдатов включил бы в этот список книгу Василия Белова «Кануны». У Волокжан более широкий спектр предложений. Классика была, как можно больше. Про животных, про рыбалку. В общем, про природу. Про природу очень. То, что касается нашего города, что по защите памятников. О том, что как беречь нашу старину, наши традиции. Чтобы молодежь воспитывалась на традициях. Конечно, классику. Льва Николаевича Толстого, Анна Каренина. Война и мир изучали, чтобы... У профессионалов на этот счет своя точка зрения. Если сейчас создавать подобный список, то нужно первую половину того списка, на основе которого создавалась библиотека мировой литературы, оставить. А вторую половину, которая это 20 век, ну вот наше время, ее, конечно, нужно пересмотреть. Однако филологи и литературоведы считают, что для введения такого списка важна мотивация на чтение. И одним из условий такой мотивации они считают художественные фильмы, снятые на основе классических произведений. Чтобы, посмотрев, зрителям захотелось прочитать. И, как уверяют специалисты, создать список лучше не только для школьников, а для любого, кто стремится к саморазвитию. Алена Шипилова, Алексей Романов, Новости Вологды.